Сегодня я беру интервью у своего тренера Макарчева Сергея Сергеевича, мастер спорта России по гиревому спорту. Человек, который довел меня до уровня мастера спорта. Сегодня мы поговорим о том, как ему это удалось, с какими трудностями он столкнулся на этом пути. Здрасте. Да, трудностей было много, конечно. Именно в конкретном данном примере. Работать было интересно, много очень соколов, было выжато таких. Хорошо. Как дела вообще? Ну, как работаем. Сейчас больше переключились на Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ВТО. Перетянули вид деятельности в этом направлении. Тоже поле непаханное, есть над чем работать, как внедрять этот комплекс. Население сложновато, конечно, но помогает пока. Это непосредственно по Елецкому району, да, сейчас? Это везде, по всей России и по Елецкому району в частности. Вот работа ведется, да? Да. Пока Ельчан. Очень хорошая, мощная поддержка со стороны Министерства спорта, со стороны Управления физической культуры Липецкой области в этом плане, именно в продвижении ГТО. Вот. Ну и сейчас вот в последние два года как бы перетянули нас немножко из спортивной подготовки. Как бы не сказать, что выбили из колеи, но как бы определенное так время занимает у нас подготовка, там проведение мероприятий непосредственно само. Вот, готовка отчетов и так далее. ГТО ведь есть тоже рывок гири. Да, такой интересный факт. В системе ГТО есть, да, гиревой спорт. Это рывок гири поочередно двумя руками. Там выполняется 4 минуты. Ну, если каждый гири увидит этот мотив, он улыбнется. Какой результат там нужен на золотой знак, допустим, там самое большое количество подъемов, насколько мне известно, это 40 подъемов по сумме двух рук. Рог гири 16 кг за 4 минуты. Не, ну, для обычного человека это не прям легко будет, кто ни разу гиревые руки не держал. Можно сказать и так. Но для многих это легче, чем подтягивание даже. Ну, особенно для тяжей таких, как я. Ну, в принципе, на то было рассчитано, да. Вот нас вообще пришло в зал, да, заниматься детьми еще там 10-11 лет. Человек 10. 12. 12 человек. По итогу осталось только двое. Один кандидат, один мастер спорта. На Ваш взгляд, почему отсеялись все люди, ребята? Я считаю, время такое, интересы у детей другие, не так, как раньше. Если раньше был только зал, то есть, где он, или футбольный поле, сейчас компьютеры переманивают, интернет. Вот это все движение, оно как бы забирает молодежь, затягивает. Я считаю, даже портит его в каком-то смысле. Вот, поэтому конкурировать с такими, как-то сказать, с интернет-компаниями, с такими мощными, которые продвигают вот эти все игры, там, какие-то там другие проекты, нам на месте здесь очень тяжело. Как-то прижимают нас в этом плане. Надо как-то крутиться, уметь убедить, да, суметь убедить каждого отдельного ребенка, чтобы он остался в спорте. Вот, искренне, показать ему, что лучше пахать в зале, там, проливать пот, кровь, мозоли рвать, чем сидеть за компьютером, там, протирать штаны. Какие вот трудности были при, вообще, в целом, когда вы тренировали всех нас, и, в частности, меня? Трудности какие? Нет никаких трудностей для тренера. Для тренера самое главное – обмануть. Обмануть? Обмануть ученика, да. Обмануть его систему защиты, заложенную природой в организм, для того, чтобы он смог дальше развиваться. Потому что организм всегда сопротивляется нагрузкам. Я считаю, это главная задача тренера. Ну, в частности, по Егору, что сказать, да, тяжеловато было переубедить его, не то, что сломать. Нет, ломают это за короткое время, и такое слово нехорошее, а, как бы, переубедить, переиграть его у нас был, ну, несправились. Это в каком плане? Тереубедить? Переубедить, что спорт – это хорошо, что движение – это хорошо, что нужно начинать с бежа, чем Егор потом и воспользовался. За один сезон, как бы, перейдя от школьника, от обычного мальчика, к такому осознанному спортсмену уже такому. Ну, вот, и сейчас задачей было, что перенастроить его, я имею в виду Негора, перенастроить, как бы, вложить в него что-то такое, зерно какое-то, чтобы он сам смог дальше развиваться. Вот, дать ему побольше свободы для творчества, для мысли. Ну, в принципе, я считаю, что задачи выполнены на 200% даже, а не на 100%. Да, спасибо. Я вот сейчас готовлюсь к первенству мира, но вы знаете. И вот мне было бы интересно узнать мнение, ну, ваше мнение об этом, как мне лучше готовиться, на ваш взгляд, к чему посвятить какие-то основные моменты, что-то доведут до 2-го. Хотелось бы сказать, что его условно еще один урок, это постоянное развитие, постоянный поиск, движение какое-то во все разные стороны. Вот, не как лебедь, рак и щука, вот, целенаправленно в поиске находиться, чем он сейчас и занимается. Вот, пожелает каждому спортсмену. При подготовке к каждым соревнованиям, я считаю, нужна своя мотивация, нужен задел для спортсменов. Нельзя готовиться так, как будто это вот рутинная работа. Если спортсмен начинает переходить как профессионал, подходить к этому и однообразно подходить ко всем соревнованиям, то он скоро кончится, как спортсмен. Поэтому нужно подходить творчески к подготовке к каждым соревнованиям. Вот, нужно какую-то спортивную злость копить в себе, это так называют. И на каждых соревнованиях, на подготовке подходить не перегорая, выплескивать им в соревновательном процессе, а не на стадии подготовки. Вот, поэтому поищи, поговори с умными людьми, может быть мы тебе что-то подскажем. Насчет мотивации? И насчет мотивации, насчет подхода, как-то пересмотреть что-то в своей подготовке. Нельзя однообразно, активно заниматься вот этой физической, спортивной деятельностью. Ну, вот как раз один из видов мотивации, я как раз снимаю вот этот блок, так сказать, который меня мотивирует и тренироваться, то есть там не пропускай где-то, не отлынивай от тренировок. И вот какие-то новые моменты для себя интересные привлекать, тоже там гели мы поднимали. Нельзя замыкаться в себе, зацикливаться, замыкаться в себе. Нужно шире мыслить, общаться с другими людьми и брать, у каждого даже глупого человека можно взять что-то, например, то, что не надо таки вывести делать, какие он делает. То есть с каждого человека можно взять пример, либо пример того, что можно делать, либо пример того, что нельзя делать. И накладывать это на себя, на свою подготовку. Опять же, повторюсь, находиться всегда в поиске, искать что-то новое. Или же вспомнить что-то старое, изначально подготовки, можно сказать. Вот если говорить по конкретике, есть идея, например, с сентября плотно заниматься, а в октябре, до 10 октября как раз там будет выезд, например, снизить нагрузочку. Обязательно снижать нагрузки, обязательно учитывать мизоциклы, микроциклы, махноциклы, сети. Накладывать их на свою систему подготовки, на подводку. Можно это будет детально проработать, посмотреть на бумаги. И уже сделать подводочку непосредственно к этим соревнованиям. То есть такое рекомендую? Учесть биоритмы, да, и подвестись к этим числам. Я думаю, у тебя получится, то мы поможем, чем сможем. Как вообще начали заниматься гиревым спортом? Вы сами? Как вот он привлек? Гиревой спорт меня привлек в 90-х, в 90-х годах, в середине 90-х. Как и все тогда ребята, хотелось пойти в качалку, много фильмов смотрели про культуристов. Был такой подвальчиком, ребята шукурский, тренер хороший. Как оказалось, да, лучший был тренер тогда в Довинском районе, Чернов Арсен Владимирович, который привлек меня сначала в тяжелую атлетику, ну а потом перестроил нашу всю команду на гиревой спорт. Как раз тогда гири активно развивались, вот, среди школ, среди СУЗов, среди ВУЗов. Поэтому было тогда интересно, было тогда так заманчиво поработать, такой необычный вид спорта, потому что сначала мы приходили, там качались, там железо, железо там гоняли в зале. Потом тренер показал, что есть другие какие-то виды, вот, в тяжелых видах спорта, такие как гиревой спорт. Ну и, как бы, создал команду, создал команду, которая впоследствии потом области выиграла по школьникам команды на первенство. По гиревой спорт, да? Да. Вот я тогда в 99-м году первое место, наверное, до 75 килограмм на области по школьникам. Результаты там, конечно, были смешные, там 113 раз толчок. Шестнашки? Шестнашки, да. И по 120 раз рывок каждый любой. Ну, тогда рывок считался бы наименьшим идем. Угу. Вот. Ну, а потом, как бы, сложилось так, что вот приехал в Елецкий район и обыграл сначала одного своего тренера с Добриньки. Команда у них сильная тоже была, но здесь тоже схватили хорошую команду. И в 2005 году мы выиграли область по школьникам Елецким районам. А в 2007 году мы выиграли область Липецкого по взрослой. То есть, в командном чемпионате мы первые стали. Обыграли тогда Спартак, наш передовой. Елецкую команду, мне кажется. Да, это Елецкая команда. Это Добринька, который Юрий Тарченко тренирует. В 2012 году мы выиграли эстафету областной этаж с гирями 32 килограмма. Ну, такие самые яркие наши победы на местном уровне были. Как вообще удался норматив мастера спорта? Как вы к нему готовились? Сложно ли было выполнять? Да, ну, всегда сложно. Потому что много ошибок было тогда. Конец 90-х, начало 2000-х годов. Такой период был еще студенческий недоедание, невысыпание, учеба. Вот это еще и мешало немножко. С другой стороны, масса свободного времени была. По сказанию, нужно было себя как вставить. Ну, и церемонтированно закончил Устанский педколледж. Вот, дальше поступил в Елец только из-за того, что здесь вот был такой тренер, который готовил именно мастера спорта. Так что, интересно было с ним поработать, да. Два года мы с ним позанимались вместе, совместно. За эти два года я как раз дашь его до мастера спорта. Сейчас уже вспоминать, как с высоты вот этих пройденных лет уже тяжело. Не объективно будет, в мое мнение, как тяжело мне был мастер в руководстве или не тяжело. Но, учитывая то, что когда я выполнял мастера в Рубинске, это был 2004 год, тогда Ваня Денисов у молодежки последний год выступал как раз. Мы с ним в одной категории выступали. Мне еще пришлось тогда где-то литра-два воды напивать. Для командного зачета, он был уходить из 90 килограмм свыше 90. Ну, вот это тоже выглядело из колеи. Я тогда только в рывке третье место занял на России. Что помешало тогда, ну, может быть, вот это вот перемену в последний день, то, что надо было в другую категорию переходить. А потом как? Тренерская деятельность больше увлекла? Ну, да, кстати, затянула тренерская деятельность так, что уже... На тренировке не оставалось? Времени не оставалось. Да, народу было очень много, когда команда была сбитая, такая команда. По школьникам выступали. Потом эти школьники как раз вот... Ну, в основном доходили до кандидата. Были, конечно, мастера спорта. Генка Семенехин, Дмитрий Василевский, который сейчас уже мастер спорта международного класса. А кандидатов уже сейчас я и не могу назвать. Ну, много было тогда. Тогда было проще. Норматив кандидатов пополнялся на еле 24 килограмма. Поэтому их было больше на порядок кандидатов. Сейчас вот, чтобы кандидат дойти, это уже такая сложная, такая тропотливая работа. Вот. Потому что парня там подвести там 17 лет до ЕГИ 32 килограмма сложновато бывает. В каких условиях? Вот три самых ярких ученика в геремном спорте ваших. У меня их не три, у меня их много. Каждый по-своему. Даже какой-то кандидат в жизни какой-то след наложил. Ну, а три самых лучших. Вот его, Овсянников, Дмитрий Василевский, Дмитрий Семенихин. Это те, кто переступили рубеж мастера спорта. И выше. Как вообще ситуация, вот, когда вы, да, выступали, тренировались, и современные ситуации сейчас? Вот есть какие-то отличия весомые в двух эпохах? Ну, его требования, требования к спортивной подготовке поменялось. Федеральные стандарты ввелись. Вот. Раньше было попроще, группы были побольше. Вот. Требования были другие совсем к подготовке. Вот. Раньше занималось народом больше, как бы, расчет шел на массовость, расчет шел на массовость. И проходило очень много таких вот междушкольных, допустим, соревнований, да, среди общеобразовательных учреждений, также среди тех же училищ, среди тех же СУЗов, среди специальных учебных заведений, где выступало там порядка 110-120 человек на каждых соревнованиях. Результаты были такие очень хорошие. Каждый тянулся, каждый парень тянулся там к победе, тянулся к лучшим результатам. У каждого свои амбиции были. Но сейчас же, я говорю, поменялось все. Как бы, прогресс не стоит на месте, все течет, все меняется. Допустим, те же компьютерные технологии развиваются, перетягивают на себя очень много детей. Ну, как бы сравнивать, где-то две эпохи. Вот. До и после. Вот. До эпохи мы уже ее все прошли, изучили, а вот то, что мы сейчас после, ну, надо ее прожить, хотя бы прочувствовать. Ну, может быть, и из нее мы выждем, чтобы лучше закупать. Сделать свои выводы, да. Хорошо. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Интересно вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!